Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Дунин Олег Николаевич. Я кандидат юридических наук, ассистент кафедры уголовного права юридического факультета Казанского Федерального Университета. Сегодня мы с вами будем говорить о том, с чем, к сожалению, может столкнуться каждый из нас, мы будем говорить о необходимой обороне. К сожалению, мир, в котором мы живем, не всегда к нам дружелюбен. И каждый из нас может столкнуться с убийцей, с насильником, с бандитом, с нехорошим человеком, который хочет причинить боль нам и нашим близким. По статистике Министерства внутренних дел, только за январь-июнь 2023 года от преступных посягательств погибло больше 10 тысяч человек. Здоровье больше 16 тысяч человек причинен тяжкий вред. На месте этих людей могли бы быть мы с вами. И если, к несчастью, это с нами случится, рядом с нами может не оказаться ни охранника, ни сотрудника правоохранительных органов. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это максимум, которое вполне применимо к сфере уголовного права. Поэтому российское уголовное законодательство, безусловно, признает за каждым из российских граждан право на необходимую оборону. То есть на причинение вреда преступникам для защиты от общественно опасного нападения, угрожающего нам и нашим близким. Вред, причиненный преступникам, может достигать достаточно больших объемов, в том числе и до причинения смерти в некоторых крайних случаях. Но причинение такого вреда, оно не может быть произвольным и подчиняется тем границам, которые очерчены российским уголовным кодексом. Эти границы в теории российского уголовного права принято называть критериями необходимой обороны. Первый критерий необходимой обороны это наличие общественно опасного посягательства. Общественная опасность это объективная способность поступков людей причинять вред кому бы то ни было. Причем этот вред должен достигать определенного порогового объема. Ну вот, например, оскорбления, при том, что лично нам они неприятны, еще не достигают уровня общественной опасности. Поэтому обороняться против человека, который нас оскорбляет, согласно российскому уголовному праву, нельзя. Если же к нам начинают применять насилие, нас пытаются ударить, у нас пытаются отнять вещь, нас пытаются похитить, совершить половой эксцесс или убить, то вот эти все действия, они нам дают основания применять насилие в ответ и обороняться. При этом с точки зрения российского уголовного права обороняться можно даже против тех лиц, которые, например, не достигли возраста уголовной ответственности, являются несовершеннолетними или даже невменяемыми. Следующим важным критерием правомерности необходимой обороны выступает тот факт, что это посягательство должно совершаться в объективной действительности. Нельзя защищаться от воображаемого нападения и нельзя оправдывать свои вредоносные действия тем, что нам с вами показалось, что кто-то в отношении нас хочет совершить преступление. Приступая к насильственным действиям для защиты себя и своих близких, нам нужно с вами четко убедиться в том, что нападение действительно есть, мы его не придумали, нам оно не почулилось. И здесь сослаться на нашу излишнюю впечатлительность мы, к сожалению, не сможем. Суд нам в этом деле вряд ли поверит. Следующее важное условие, которому должны отвечать наши оборонительные действия, это так называемое наличность посягательства. Говоря простыми словами, защищаться можно от такого нападения, которое уже началось, но еще не окончилось. Если сегодня вечером во дворе у нас отнимут телефон, а завтра, завидев своего обидчика, мы решим возместить себе этот вред и побежим его бить, отбирать телефон обратно, такие действия уже не могут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, потому что с точки зрения уголовного права посягательство уже окончено и оснований для оборонительных действий такое посягательство не дает. Следующий критерий, который мы должны держать в голове, и этот критерий во многом обнадеживающий, это тот факт, что мы можем защищать не только себя, но и своих близких, свое имущество, имущество своих близких, но и вообще интересы неопределенного круга лиц, наших соседей, прохожих, которые страдают от преступного нападения и могут рассчитывать на нашу помощь. Мы можем правомерно защищать всех тех, кого хотим защищать от преступников, и эта деятельность в рамках российского права, она признается правомерной и в целом заслуживающей социального одобрения. Самым сложным критерием правомерности необходимой обороны, именно тем критерием, оценка которого всегда вызывает больше всего вопросов в суде, и с нарушением именно этого критерия связано наибольшее количество обвинительных приговоров, когда лицо, защищавшее себя и своих близких, сам оказывается на скамье подсудимых. Этим критерием выступает критерий соразмерности оборонительных действий действием нападающего. Причем такая соразмерность, она подразумевает наличие не тождества, но некой пропорции, которую можно оценить. Нарушение этого критерия влечет большого появления в судебной практике дел, в которых фигурируют так называемые жертвы самообороны. Вот известное дело Иванниковой Бактасарян. Иванникова — это молодая девушка, которая села в такси и столкнулась с мужчиной-водителем, который пытался ее изнасиловать. Не желая становиться жертвой подобного преступления, Иванникова достала из сумки кухонный нож, который носила с собой на подобный случай, и воткнула кухонный нож в бедро нерадивому насильнику. Насильник истек крови на месте, а Иванникова познакомилась со следственным изолятором, потому что правоохранительные органы квалифицировали Содеяна и Иванниковой как умышленное убийство, поскольку не усмотрели в действиях насильника преступления как такового. Логика суда первой инстанции, которая вынес обвинительный приговор, была примерно такова. Водитель хотел совершить преступление, посягающее на половую неприкосновенность, а броняющийся забрала у него жизнь. Половая неприкосновенность — менее значительный объект уголовно-правовой охраны, чем жизнь, следовательно, отбирать жизнь гражданка Иванникова не имела права. К счастью, в деле Иванникова справедливость восторжествовала. И Верховный суд, вспомнив о том, что уголовный закон говорит не о тождестве интереса защищаемого и того блага, которым обладает преступник, а о соразмерности. И Верховный суд пришел к выводу, что Иванников действовал в состоянии необходимой обороны, потому что для защиты своей половой неприкосновенности жизнь отнять у преступника можно. Но, к сожалению, бывают и другие жертвы самообороны. Вот достаточно известное дело читы Кулаковых. Женщина находилась под влиянием своего мужа, домашнего тирана, неоднократно судимого лица, который ее била, издевалась всячески, угрожала ее детям. И в конце концов, когда терпеть сил уже не было, несчастная женщина убила своего сожителя. Суд первой инстанции оценил ее действие как умышленное убийство, поскольку не усмотрел в угрозах, высказываемых ее сожителями, признак реальности. Как часто бывает в делах подобной категории, оправдательный приговор был достигнут только после того, когда дело получило широкий общественный резонанс. Так что в таких делах общественный резонанс – это самая полезная для жертвы самообороны вещь, которая может вытащить даже достаточно проигрышное, казалось бы, на первый взгляд, дело. Основной принцип определения размера допустимого вреда по уголовному праву Российской Федерации связан с ответом на главный вопрос – связано ли нападение с угрозой для жизни. Если нападение однозначно связано с угрозой для жизни, то правомерным признается совершение обороняющимся любых действий и причинение вреда любого, в том числе и смерти нападающему. Если же вред, который был бы потенциально причинен нападением преступника, не представляет угрозы для жизни, а представляет угрозу для каких-то других ценностей, для нашего имущества, неприкосновенности жилища или для половой свободы неприкосновенности, то возникает вопрос о соразмерности. И, к сожалению, мы должны констатировать, что суды не всегда решают этот вопрос в справедливом ключе, не всегда решают этот вопрос в соответствии, так скажем, с чаяниями общества. Трудно установить и доказать, что нападение представляло угрозу для жизни. И поэтому трудно в суде отстоять правомерность причинения смерти в результате оборонительных действий. При этом, как бы парадоксальным это ни казалось, говоря о важности возможной правомерности причинения летального вреда вследствие оборонительных действий, здесь дело не в кровожадности. Не в том, что жертва, обороняясь, хочет убить преступника, потому что хочет ему зла, отомстить, отплатить равной монетой. Дело в том, что зачастую защититься, причиняя летальный вред, гораздо проще, чем защититься, причиняя вред нелетальный. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда жертва сильно слабее, чем преступник. Представим себе слабую девушку. Она потенциально может весить на 40 кг меньше насильника, не обладать никакой специальной подготовкой, не быть готовой к нападению. Как слабая девушка может обезвредить взрослого мужчину, который на 40 кг его тяжелее, не причиняя ему летального вреда? Никак эта задача просто ей не под силу. С другой стороны, воспользовавшись подручными средствами, ножом, молотком, тяжелым камнем, подвернувшимся под руку, летальным воздействием восстановить можно даже очень тяжелого и сильного человека. Но тогда, к сожалению, неминуемо возникнет вопрос с точки зрения уголовно-правовой оценки таких действий. Подводя итог сегодняшнего разговора, хотелось бы привести известную американскую пословицу «Лучше пусть вас судят 12, чем несут шестеро». Смысл этой пословицы в том, что для любого гражданина, наверное, предпочтительнее оказаться на скамье перед судимых перед справедливым российским судом, который установит истину по уголовному делу и оправдает человека, защищающего себя и своих близких, чем оказаться в могиле, пострадав от рук преступников. Спасибо за наш сегодняшний разговор. Думаю, нам было очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok